Это программа в теме и с вами я Валерия Пенина. Шокирующее убийство пятерых в поселке Косая Гора взбудоражило всю страну, одновременно посеяв всеми раздоры между двумя ведомствами. Например, насчет этого убийства пресс-служба регионального ОМВД опубликовала информацию об оперативном дежурном по управлению нарядами лейтенант полиции Сергея Песенникова, благодаря которому удалось спасти ребенка и мужчину и задержать по горячим следам подозреваемого в убийстве. То есть пресс-служба регионального ОМВД чуть ли не в ранг героя возвела лейтенанта полиции, который оперативно среагировал на телефонный звонок и профессионально сработал после, связавшись с территориальными органами внутренних дел и направив к месту происшествия ближайшую группу задержания вне ведомственной охраны. Позже на сайте следственного управления СКР по Тульской области появился пресс-релиз. И в этой новости оценка деятельности правоохранительных органов оказалась совершенно другой, нежели у полиции. От следователей досталось и работникам школы-интернат, так как погибшие девочки проходили обучение и воспитание в этом образовательном учреждении. И как в тот роковой день дети оказались с матерью непонятно. И по данному факту 1 июня следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса, то есть халатность. Получается, что именно это громкое и жестокое убийство показало, что согласия между структурами нет, но есть конфликт. И каждый будет стараться перетянуть одеяло на себя и искать крайних и виноватых во враждующем лагере. Кстати, это не первый конфликт между силовыми ведомствами. На протяжении нескольких лет мы были свидетелями подковерной борьбы между региональной прокуратурой и СУСКом. В результате Олег Черныш переходит на работу в соседнюю область, а судьба руководителя СУСКа Татьяны Сергеевой пока не ясна. Вместо того, чтобы усилить работу в расследовании массового убийства, провести работу над ошибками, так как прокуратура действительно нашла нарушения в работе местной полиции, ведомства ищут крайних и каждый выгораживает себя. А ведь должны они работать на благо жителей и стоять на страже закона.